Всем большой привет! Сегодня наконец-то я с вами поделюсь своими заказами, которые я совершила с двух интернет-магазинов. Первое это S-Style с корейской косметикой и второе Beauty Bay с тенями. Да, теней я очень много купила в последнее время и вот еще подъехала, можно сказать. Но прежде чем перейти к сводчам теней, сначала я вам покажу то, что я приобрела из корейской косметики на сайте S-Style. Кстати, этот сайт я использую уже где-то 2 года, это точно. Однозначно могу советовать тем, кто живет в Европе, особенно Германии. Я думаю, что девочки, которые меня смотрят из Германии, знакомы и сталкивались с такой ситуацией, что некоторые посылки, которые едут с других стран, которые не входят в Европу, у нас бывает, что задерживают посылку на таможне. И, конечно, это не со всеми зарубежными странами. Наверняка многие сталкивались с тем, что в таможне, когда попадает посылка, то оттуда она уже все, к вам на руки не попадет. А если вы хотите, чтобы она к вам попала, то там какую-то экспертизу нужно делать, деньги за это заплатить большие. И понимаете, да, какая нафиг экспертиза на косметику? Они ее что, открывать будут, и после этого я ее буду использовать? Ну, какой-то бред, я думаю, что это просто чисто попытка заработка, что ли. Не знаю, в чем причина, но с таможней очень тяжело получить посылку. По крайней мере, в моем городе. Так что так. И к чему я это веду? К тому, что с этого сайта у меня никогда никаких проблем не было. Я заказы делала. У меня самый большой заказ на сумму где-то больше 100 евро было, и мне посылку не задержали. Поэтому вот все посылки, которые я получала с этого сайта, они всегда мне приходили домой, и получала я их на руки. В этом плане можете не беспокоиться. Это первый сайт, который я вам советую, S-Style. Взять внизу ссылочку оставлю. И, кстати, у меня есть код на скидку до 10%. Ну, там в зависимости от суммы вашего заказа. То есть будете получать такой процент скидки, да, до 10%. И второй сайт, который советую, это Stylevana. Очень классный сайт. Там можно найти продукты, которые, допустим, дешевле стоят, чем на S-Style. Нужно периодически вот так вот сравнивать, где что лучше покупать, и вот использовать эти сайты. Однозначно оба сайта советую. Итак, перестаю болтать. Все ссылки внизу оставлю и на S-Style, и на Stylevana. Просто подумала, что некоторым девочкам эта информация будет интересна. Поехали. Я себе решила обновить не уходовые средства. Уходовых средств у меня полно. Что касаемо уже после очищения кожи, я имею в виду. А все-таки мне захотелось сконцентрироваться на гелях для умывания. Купила себе я их два. Как можете видеть, на данный момент у меня в использовании два геля. Первый это вот такая вот миниатюрка 40 мл от Himalaya Herb. Использую я этот гель для умывания вечером после гидрофильного масла, как второй этап очищения. Поподробнее я о нем вам расскажу уже в пустых баночках. Сейчас ничего не буду говорить, но чтобы вы понимали, что на вечер я использую именно этот гель. И на утро, на данный момент у меня идет мой любимый фаворит гель для умывания от марки Равиктин. Я его просто обожаю. Вообще практически минусов нет, но есть один минус. Я купила себе две упаковки, и у меня вот уже вторая упаковка, считаете, скоро половина, да, уже 40% я израсходовала. Не 40, но 30% израсходовала. Мне этот гель для умывания не хватает надолго, потому что он не особо пенится. То есть получается два минуса у этого геля. Я очень люблю, вы знаете, более густые пены, чтобы они вот эту вот плотную пену давали, тогда очищение как будто бы получается более такое эффективное. Так вот, этот гель для умывания не особо пенится. Да, он пенится, но не так, как я бы хотела. Ну и второе, говорю же, расход просто колоссальный. Какой здесь объем? Мне кажется, 175 мл, и я не знаю, девочка. Мне кажется, максимум на 2 месяца хватает мне этого геля для умывания. И те, кто пользуется корейскими гелями для умывания, на самом деле они очень долгоиграющие, 150 мл. Если вот такая вот плотная, не гелеобразная, а именно кремообразная формула, то таких гелей для умывания хватает практически на полгода, если не больше. А этого ненадолго хватает, поэтому я решила, во-первых, говорю же, и обновить, воспользоваться уже чем-то другим, ну и во-вторых, реально, мне хочется найти какой-то гель, который мне будет служить, конечно же, чуть подольше. Так, эти гели я сейчас уберу, поэтому я себе заказала 2 геля, остановила свой выбор вот на такой марке. Банабаги называется. Впервые буду знакомиться вообще с этой маркой, ничего у меня не было. Вот такая вот прикольная упаковка, и это гелеобразная текстура геля для умывания. Мне понравилось, что здесь в составе есть неацинамид, который очень классно для возрастной кожи. Куча различных экстрактов, как обычно, воспользуюсь, расскажу. Сейчас аромат не смогу понюхать, потому что здесь защитная фольга. Обязательно, ну, попозже узнаете, что я думаю про этот гель. Очень такая классная упаковочка. Супер, да? Квинзин гель фо. И второй гель для умывания. Я сначала, когда увидела, я думала, что это Крейв Бьюти. Крейв Бьюти создала, мне кажется, корейская бьюти-блогерша. И вот этот вот гель для умывания, он как раз-таки кремообразный, белого цвета, если не ошибаюсь, очень хвалят. И когда я увидела вот этот упаковок, сейчас вам открою и покажу, я подумала, что это Крейв Бьюти. Посмотрите, насколько они похожи. Я сейчас вам от Крейв Бьюти гель для умывания, здесь рядышком фотографии поставлю, и вы сами сможете заметить, что они очень похожи. И, кстати, в отзывах, очень хорошие отзывы на этот гель для умывания, как раз-таки сравниваю этот гель с Крейв Бьюти. Если у кого нет возможности купить ту марку, как раз-таки у меня нет возможности, то рекомендую вот эту. Марка называется B.Lab. Класс Баланс здесь, что очень классно. И фоам-клинзер. Я так думаю, что это будет белая текстура. Давайте откроем, посмотрим. А нет, не белая. Смотрите, какой классный цвет. У-у-у, ментового цвета. Сейчас попробую запах. Так, аромат какой-то я не ищу. Сейчас разнесу немножко. Я думала, поприятнее будет пахнуть, но, к сожалению, нет. Пахнет обычным кремом, можно сказать, практически запаха нет. Вот такой вот у меня теперь кремообразный гель для очищения. Покупка мне очень довольна пока что. Первые такие впечатления, да, но, естественно, будем смотреть, как они будут работать на моей коже и будут ли сушить, могут ли заменить мне вот этот вот гель для умывания от Рэлектин. Очень, конечно же, интересно. И все вы об этом узнаете чуть позже. Ну, а теперь перейдем к самой интересной части. И это заказ сайта Beauty Pay с тенями. Так, передвину немножко гелий для умывания и приступим, приступим. Давайте начнем с подарка, кстати. На Beauty Bay, когда вы делаете заказы, там какие-то пункты собираются, и через некоторое время вы можете выбрать себе подарок. Я на этот раз смогла получить вот такую вот кисточку. Марка это как раз-таки Beauty Bay. Тут вот значок Beauty Bay, видите? Кисточка, которая очень хорошо будет набирать какие-то плотные текстуры, более плотные, да? Ну и пудру наносить мягенькая достаточно. Вот такая вот кисточка. Бесплатно, очень приятно. Кисти лишней не бывает, тем более для лица. Очень-очень рада. Начну я с двух палеточек. Девочки, помните, я себе покупала коллаборацию Disney и Beauty Bay. Вот в такой вот коробочке мне пришли три палеточки в прошлый раз. Очень классно упакованы, конечно. Вот они все. Мне кажется, я с двумя из них показывала вам макияжное видео. Обязательно внизу ссылочку оставлю. Давайте еще раз покажу, что за палеточки были. Думба, The Jungle Book и Alice in Wonderland. Ну давайте, раз уж начали, покажу ей, какие оттенки. Значит, это у нас Думба. Вот такая вот потрясающая кама. И мне кажется, как раз таки вот с этой палеткой я вам еще не показывала макияжное видео. Следующая, The Jungle Book, я помню, с этой палеткой я создавала в зеленой гамме макияж. Вот такие здесь потрясающие, приглушенные, но при этом насыщенные оттенки. Проблемы были с какими-то тенями, я помню, при создании макияжа. Это у нас The Jungle Book. И последняя в этой коллекции из прошлой коллаборации с Disney, это Alice in Wonderland. Вот такие здесь оттенки. И с этими тенями я тоже создавала макияж. Все ссылочки в инфобоксе оставлю на эти макияжные видео. Кому, конечно же, интересно. Так вот, в этом году у них появились еще две палетки с коллаборацией Disney. Я поняла, что хочу себе в коллекцию, чтобы у меня копилась вся вот эта вот миниатюрная палетка. И тут, как могли заметить, только матовые цвета, шиммеров никаких нет. Значит, это прошлая коллекция. Смотрите, какая классная, да, упаковка. И на этот раз я тоже в наборе заказала, потому что очень выгодно было. Две палетки мне обошли всего 9 евро 95 центов. А так, одна палетка, раньше я помню, при заказе вроде как 7 евро 50 центов стоила. А сейчас, буквально вчера зашла на сайт и смотрю, эти палетки уже со скидкой стоят 14 с копейками евро, мне кажется. А изначальная цена якобы больше 20 евро. Не буду врать, можете зайти на сайт B2B и посмотреть. Так что, мне кажется, я очень-очень хорошей скидкой приобрела эти палетки. Вот такие вот новинки. Снова Alice in Wonderland, конечно же, другой рисунок там, все сейчас вы видите. И вторая палетка называется Bambi. Хотела показать вам, оставила специально вот эти вот крышечки картонные, которые надеваются на вот эти вот палетки, допустим, Alice in Wonderland. Раньше у них такие вот были картонки, а теперь они сделали обычные, видите? Тут как бы сразу рисунок был увиден, а тут нет. Давайте начнем как раз таки Alice in Wonderland. И посмотрим, что здесь это за оттенки. Тут все матовые тени и вот такая вот потрясающая упаковка. Посмотрите, какая красота. Вот Alice in Wonderland, тоже Alice in Wonderland и вот такие вот разные упаковки получаются. Давайте я уберу вот эту палеточку, палеточки точнее. Давайте открывать, давайте открывать. Та-дам! Вот такие здесь цвета. Вот этот зеленый просто нереально красивый. Какой, знаете, зелень, которая уже в конце мая. Вот на эту зелень напоминает. То есть она не только-только распустившиеся, да, вот эти листья на деревьях, а уже прям такие сочные листья деревьев. Вот такой вот оттенок, очень красивый цвет. Давайте делать уже сводчи. Тени мягкие, приятные, шелковистые. Вот первые три цвета. Посмотрите, какой пастельный желтый. Оттенок желтый, немножко с примесью зеленого. Вот это вот как раз такие, когда почки, из почек начинают эти вот лепесточки виднеться. Вот что-то на это похоже. Ой, какая прелесть, какая прелесть. Вот такой вот оттенок. Следующий, голубенький, какой же он нежный. И как раз-таки вот зеленый. Посмотрите, какая красота. Какие же потрясающие оттенки, очень нежные. Я, конечно, по картинкам боялась, что будут немножко похожи на предыдущие тени, но тем не менее они все-таки отличаются в итоге. Каждый цвет имеет свой какой-то потом, какой-то оттенок более холодный, какой-то более теплый. Короче, пока что довольна, пока что довольна. И последние три оттенка. Ух, 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 какая насыщенность. Какая насыщенность. Опять, здесь он как будто голубеньким кажется, а тут немножко оттенок будто и голубой. На фоне вот этого голубого, кажется, это таким лавандовым что ли, лавандово-голубым. Вот. Давайте еще раз покажу. И сочи. Ух, какой интересный цвет. Так, вот этот оттенок я очень хорошо могу использовать на складку века. Вау, посмотрите, какой розовый, яркий. Прям неоновый, сказала бы. Вау. Прям, не знаю, такая радость на душе. Видимо, из-за того, что сейчас весна и лето, и на такие оттенки очень тянет. Хотя бы глазами тянет, да. Не знаю, насколько у меня будет рука тянуться постоянно. Такие сочные макияжи делать. Но сочные, при этом приглушенные, да. Значит, это первая палеточка. Вот эти глупые, такие красивые. Такие красивые. Вообще классные цвета. И упаковка тоже шикарная. Итак, это была Alice in Wonderland. И следующая палетка Bambi. Давайте открывать. И, кстати, видите, вот оттенки здесь нарисованы. Вот они у меня похожи, да. А тут вот такие вот цвета будут. И мне кажется, некоторые голубые будут похожи вот из палетки Alice in Wonderland. Давайте уже открывать. Так, с какой стороны. Так. Вот такая красота. Посмотрите, какая милая упаковочка. Прелесть, просто прелесть. Давайте открывать. И вот такие здесь оттенки. Так, это чисто белый цвет оказывается. А вот это какой интересный, да, оттенок. Давайте делать скорее сочи. Первые три цвета. Сейчас как раз таки увидим, вот этот оттенок очень похож на предыдущий. Это более насыщенный голубой, видите, если сравнивать вот с этими. Вот этот, возможно. Ну да, смотрите, они прям, можно сказать, ничем не отличаются. Ммм, пейти бэй, мухлюйте. Ну да, оттенки прям похожи. Возможно, вот этот вот цвет чуть-чуть побледнее этого оттенка. Рядышком бы их сделать. Сейчас я все остальные свочи сделаю и рядом просвочу из Alice in Wonderland вот этот оттенок как раз таки. И последний ряд. Ух, какой насыщенный. Ой, а это даже не белый, представляете, почему-то как розовый. А нет, он белый, просто у меня пальчик был с розовым потоном. Наверное, вот от этого неонового оттенка остался пигмент. Ой, какой, какой интересный, сиреневый. Вау. Приглушенно-сиреневый, как будто бы. Томный какой-то, неяркий. Очень такой прям спокойный. Мне не терпится посмотреть вот на этот оттенок рядышком с этим. Так. Это у нас цвет был, я так полагаю, вот этот. Хотя по палетке, если посмотреть, сейчас рядышком поставлю. Как будто бы, вот это вот как раз таки поярче, а это чуть приглушеннее, да, цвет. Так, вот если поставим, видите-ка. Рядышком, значит, это у нас из палетки Alice in Wonderland. Ну нет, нет, они ничем не отличаются. Они ничем не отличаются. Но неважно, посмотрите, какая красота. Какая красота. Я очень-очень-очень довольна, что у меня коллекция Disney пополнилась. Формулой матовых теней я очень довольна от Beauty Bay. У меня есть Bright палетка, которую я просто обожаю. И следующая палетка от Beauty Bay тоже была акция. Обошлась она мне всего в 12,70 евро. И я захотела в коллекцию лимитку Sunset Horizons. Я не помню. Мне кажется, возможно, и в прошлом году эта лимитка у них вышла. Я подумала, что нужно брать, пока она со скидкой. Видимо, ее пытаются распродать. Я так поняла. И хотелось, чтобы эта палетка у меня была в моей коллекции. Мужу очень понравилось оформление. Он показал мне два оттенка, которые ему нравятся из этой палеточки. Сейчас я вам скажу, какие ему понравились. Посмотрите, какие потрясающие здесь цвета. Какие классные оттенки на лето. И, по идее, нижние цвета можно использовать и зимой. Давайте перейдем к свочам. А, кстати, ему же понравился вот этот оттенок и вот этот. Я думала, ему понравится этот голубенький. Мне сразу бросается вот эта вот часть в глаза. И, конечно же, верхняя, когда я смотрю на эту палетку. И очень интересный вот этот оттенок. Называется он Shell. Так. Перейдем. Ну, чем-то удобно сижу набирать. Неудобно получается на пальчик. Ай, только не сыпьтесь. Только не сыпьтесь. Ой. Как-то полупрозрачно вот этот оттенок набрался и вот этот. Не то, чтобы полупрозрачно. А, пришиву немножко, наверное. Вы посмотрите на этот шиммер. Шиммеры бомба у Beauty Bay. Но я думаю, что эти оттенки, они пастельные и на веках лучше будут работать. Эти цвета. Ой, какой нежный розовый. Это бежевый точно для того, чтобы припудривать веку. Давайте. Вот я всю красоту шиммерных от Beauty Bay сейчас могу вам показать. Потому что искусственное освещение и вы видите всю красоту и яркость. Вы представляете, да? Когда искусственное освещение в помещении будет, то вот так вот и ярко будут. Какая фалька. Боже. Вот это оттенок. Ну и желтенький. Какой-то он слабенький совсем, могу сказать, девочки. Так, поехали дальше. Много набираю и все сыпется сюда. Потом надо будет оттенок. Вы знаете, какой-то мокрый. Очень интересная текстура у этого оттенка. Мне кажется, это дуохром. Так. Снова вот эти вот матовые какие-то странные. Набираются странно. Ну, два желтые. Зачем два желтых? Конечно, этот немножко более холодный желтый, а этот более теплый. Тут немножко как будто бы еще зеленого, что ли, рядом с этим желтеньким. Вот. Так, это нормальный цвет. Давайте вот этот шумит. Девочки, вы смотрите, какой красивый дуохром. На такой не морковной, а красно-морковной базе перелив розовый. Вы видите, какая красота. Обалдеть. И текстура, говорю же, не знаю, конечно, как такая текстура на веках будет. Мне кажется, нужно очень сильно припудрить века, прежде чем наносить такой оттенок. Кат Крис, если сделать, мне кажется, этот цвет просто в складку забьется. Какой красивый. Дуохром. Видите, вот так вот верчу, и такой прям красно-морковный. Красота. Тут уже. Я была практически уверена, что шумирует девят, как обычно. Ну, опять. Подождите, я этот оттенок... Нет, я этот оттенок еще не делала. Это вот оранжевый. Видите, как-то вот с проплешинами набирается. А вот эти вот уже нормально. Я вам уже начала показывать случаи. У меня все тут оттенки перемешали. Смотрите, еле-еле стерла. Немного тинта остался. Ну, ладно. Так, первый оттенок вот этот вот оранжевенький. Тоже как-то сфочится не очень хорошо. Не очень хорошо, но я надеюсь, что с кисточкой будет классно. И вот шиммерный. Ой, какая прелесть. Вы посмотрите на эту красоту. Ощущение, что это тоже дуахром. Мне кажется, это тоже дуахром, девочки. Оранжевый с золотистым. Какая красота. Так, следующий это просто оранжевый. Как-то, что на пальчике было, все передалось на кожу. И последний это фиолетовый. Яркий. Вот это хорошие цвета. Последние два матовых. Вот этот вот розовенький тоже хороший. А вот эти какие-то не очень. Что оранжевый, что вот эти вот два желтеньких цвета. Теперь мы остановились на фиолетовый. Он теперь нежно-лиловый. Вот этот просто потрясающий оттенок. Мне кажется, он бомбезный будет. И последний. Посмотрите вы на это. Вау. И опять вот полупрозрачно как-то набирается. Не сводчится, девочки. Подождите. Сейчас давайте вот сюда вот будем переносить. О, очень слабый оттенок. Но я думаю, что с кисточкой получше будет. И вот он шиммерный. Да. Я даже не сомневалась. Я даже не сомневалась. Так. Побольше, наверное, нужно набрать. Мне как-то совсем сводч. Плохой получается. Вот приблизительно оттенок, понимаете. Ну и последний будет насыщенным. Просто на мизичек мало продукта набирается. Но шиммеры в этой палетке просто огонь. Во всех палетках бьюти-бей практически все шиммеры вот такие вот яркие. На искусственном освещении надо было вам всегда показывать эти тени. Сейчас вы видите, да? Вот эти два дуохрома обалденные. Ну что, посмотрим. Вот на этот оттенок, который понравился мужу, мне кажется, тоже будет дуохром. Коричневый и какой-то тоже матовый. Ох, вааа. Вот он. Это дуохром, девочки. На серой подложке, на такой асфальтной подложке. Виолетовые блестки, сиреневые даже блестки, сказала бы. Сейчас посмотрим. Первый оттенок. Ух, сливовый, красивый. Да. Такой действительно асфальтного цвета подложка. Ни черное, ни серое, что такое перемешанное. И вот блестки, вы сами видите. Смотрите, какая красота. Просто обалдеть. Обычный матовый. И последний. Ничего себе, какой интересный оттенок. Я даже его не смогу, наверное, вам описать. У меня такого цвета, мне кажется, даже в коллекции нет. Вы просто посмотрите на эту яркость. Я даже не думала, что здесь будут дуохромные цвета в этой палетке. Вы знаете, я очень люблю дуохромные тени. Сейчас просто шиммерами обычными никого, мне кажется, не удивишь. У каждой любящей тени маньяка все основные оттенки шиммеров есть. А вот дуохромные интересные, это уже немножко, можно сказать, не то чтобы редкость, но интересные дуохромы не во всех палетках встретишь. Допустим, вот такого дуохрома у меня вообще нет. Видите вы, морковно-красная подложка и розовый перелив. А тут оранжевая подложка и золотисто-персиковый, наверное, перелив. Нет у меня, нет у меня таких. И вот это тоже на темной подложке сиреневый перелив. Красота. Ну и последнее, это черный оттенок, по идее, не знаю, делаться очень, нет. Сделаю, конечно, интересно. У-у-у! Хотела сказать, интересно, насколько он будет ярким, и он действительно яркий. Давайте, наверное, я вот сюда вот его сделаю. Да, классный. Сразу скажу, классный черный цвет. И вот вся палеточка у меня на руках. Да, некоторые матовые как-то не очень по свочу, но я думаю, что на веках все-таки они получше будут работать. Я очень рада, что купила эту палетку. Получила три, да, три дуахромных оттенка. Так что так, это все, что я себе приобрела, девочки. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok